Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Коротко об основных темах выпуска. Алмазные копии. Самарские ученые разработали новые формулы драгоценных камней. Фигуры высшего пилотажа в небе и концертной земле. В Самаре отметили День народного единства. Произведения искусства или незаконной граффити. На домах железнодорожного района Самары появились яркие рисунки. Самарские ученые на пороге нового открытия. Их разработки помогут создать уникальные алмазы, в несколько раз ярче природных. Пока они существуют только в теории. Когда же исследователи перейдут к практике, знает Лариса Шалафаст. Ярче, чем алмаз. Самарские ученые ищут то, чего в природе еще нет. Новое соединение углерода по своим характеристикам должно превзойти драгоценный камень. Наши физики предсказали по крайней мере шесть таких веществ, которые, правда, к сожалению, немножко уступают по твердости алмазу. Зато, например, превосходят его по прозрачности. То есть, в принципе, вот как теория предсказывает, такого рода кристаллы должны блестеть ярче, чем алмаз. Не только алмазами заняты головы самарских исследователей. Есть среди разработок и более востребованные в повседневной жизни материалы. Например, новые соединения, которые помогут модифицировать батарейки. Роман Еремин трудится над проектом не первый месяц. Из сотен вариантов ищет тот единственный, который поможет продлить жизнь батарейкам. Но если удастся разработать, найти какой-то новый электролит, то есть твердотельный электролит, думаю, что характеристики главным образом и процедура приготовления, изготовления этих батареек поменяются. Циклируемость батареек можно ожидать, что поднимется, если использовать какие-то другие соединения. Безопасность. Самарские исследователи не гонятся за секретами западных коллег. Считают, что надо создавать свои ноу-хау, чтобы другие страны тянулись за отечественными учеными. Тем более, что возможности для этого есть. На вооружении у самарских ученых самое современное оборудование. Этот суперкомпьютер выполняет 20 триллионов операций в секунду. Для сравнения, обычный компьютер в тысячу раз медленнее. Научный центр существует два года. За это время ученые сделали десятки предсказаний по созданию новых материалов. Все свои прогнозы самарские ученые размещают в специальной электронной базе. Любой исследователь может воспользоваться ими и попытаться создать новый материал. Каждый из таких открытий может стать настоящим прорывом в науке. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События. В Самаре завершается подготовка к параду памяти. В город прибывают гости и участники из других регионов. 6 ноября на площади Куйбышева состоится генеральная репетиция шествия. В этом году для зрителей готовят немало сюрпризов. О программе, которая ожидает самарцев в праздничный день, расскажет Олег Зверев. 7 ноября в Самарской области официально становится Днем памяти парада в городе Куйбышеве 41-го года. Решением Оргкомитета в этом году памятный парад пройдет под знаком 70-летия Великой Победы и будет посвящен Героям Отечества. Участники парадного прохождения разделятся на три состава. Первый будет историческим. Это парадные расчеты, одеты в форму Великой Отечественной войны. Вторым пройдет Геройский полк. Школьники, студенты и сотрудники заводов пронесут портреты героев. Третья часть – это военные. Парады расчетов действующих военнослужащих, силовых структур, воспитанников кадетских корпусов. Всего по площади Куйбышева пройдут порядка 5000 человек. Подготовлены также показы военной техники, авиационные шоу и сценарии реконструкции битвы за Москву. В этом году, как полагают в Оргкомитете, парад соберет рекордное число зрителей, поскольку 7 ноября выпадает на субботу, нерабочий день. По окончании парада на площади Куйбышева состоится концерт. Будет работать выставка военной техники, полевая кухня и фото-выставка. А в Театре оперы и балета пройдет моноспектакль Василия Ланового. Спасибо за верность, потомки. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События. Прямую трансляцию парада памяти с самой большой площади Европы, Самарской площади Куйбышева, можно будет посмотреть на нашем канале. 7 ноября в субботу. Начало эфира в 12 часов. В Самару прибыла делегация Героев Отечества из разных городов России. Во время парада памяти они составят Геройский полк. До этого не запланированы десятки встреч со школьниками и студентами. Героев на вокзале встретила Марина Матвейшина. Поезд Москва-Самара. Четвертый вагон уже окрестили Геройским. На борту 17 Героев Советского Союза и Российской Федерации из разных городов страны. В Самаре они впервые приехали поучаствовать в параде памяти 7 ноября. А также встретиться с ветеранами и провести уроки мужества в школах и вузах. Когда мы работаем с молодежью, общаемся, мы больше сами заряжаемся от них, чем они от нас. Потому что иногда нам по-стариковски кажется, что лучше нас никого не будет. А молодежь наша не та. Ничего подобного. Наша молодежь так же патриотична. Первая вахта Героев Отечества прошла три года назад в Рязани. С тех пор делегация каждый месяц посещает один из городов России. Самарскую землю, говорят, пропустить не могли. Здесь жили и проживают 49 Героев России и 259 Советского Союза. Если говорить о том количестве героев, которые имеют отношение к Самарской области, то, наверное, наш регион один из самых золотоносных в этом плане. Сейчас поисковая работа до сих пор ведется, особенно по Героям Социалистического Труда, потому что город был закрытый, не всегда представления были в публичной плоскости. Но сегодня, представляете, Самарская область дала 318 Героев Социалистического Труда. Участники делегации возлагают цветы дважды Героя Социалистического Труда Дмитрию Устинову. А после на площади к Вечному Огню. Здесь же на мемориале Героя видят и свои имена. В год 70-летия Победы после поисковой работы список пополнился новыми фамилиями. Такие места нужны. Они нужны, по большому счету, не столько героям, а, как мне видится, больше нашим гражданам, нашей молодежи. Почему? Потому что должны быть ориентиры все равно. Площадь славы переживает в этом году серьезную реконструкцию. Особенно по душе героям, возведенные с 10 на памяти. Они уверены, историю забывать нельзя. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Космическое поздравление. 4 ноября самарцы с размахом отметили День народного единства. На набережной собралось порядка 20 тысяч человек. Горожане принимали поздравления даже с земной орбиты, от космонавтов-земляков. День народного единства связан с далекими событиями начала 17 века. В 1612 году Москва была освобождена от польских интервентов. Именно 4 ноября командование польской армии подписало капитуляцию. Что в День народного единства пожелали России самарцы, знает Валерия Макарова. Защитный шлем, два парашюта и автомат Калашникова. Молодой десантник к бою готов. У самарцев на Дне народного единства глаза разбегаются, куда бы пойти в первую очередь. На набережной десятки площадок. Военные, спортивные, творческие. Тут даже выставка ездовых собак, хаски, маламуты, лайки. Чтобы сфотографироваться, люди выстраиваются в очередь. А рядом на футбольном поле сражаются за символичный кубок единства. Это команды правительства Самарской области и Дома дружбы народов. Именно последние достались медали победителей. И все это поднародные песни, звуки которых разносятся по всей набережной. В этот праздник песня тоже объединяет людей. И мы рады принести эту песню в нашу Россию. Гостем праздника стал губернатор Николай Меркушкин. Вместе с горожанами он принимал поздравления с борта МКС от самарских космонавтов. 4 ноября мы вместе со всеми гражданами России отмечаем большой праздник. День народного единства. Это один из самых молодых праздничных дней в календаре. Но трудно переоценить его значение. Это не только историческая дата, это символ общего единения. В день народного единства каждый мог оставить пожелания всей стране на специальной карте. Валентина Алексеева России пожелала мудрости. Это, говорит, самое важное. Я очень радуюсь сегодняшнему празднику. Хочу очень самолеты увидеть. Мне сказали, сегодня праздник будет. Я сама мечтала. Стала врачом, а мечтала быть летчицей. Зрители, которые так ждали, авиашоу даже внезапный дождь не испугал, как и профессиональных пилотов. В небе вертолет Ми-8. Он совершает боевые развороты, зависания. И все это на минимально возможных высотах. Пилотажная группа выступает на вертолетах Ми-2. За ними со скоростью 150 км в час проносится легендарный самолет времен Второй мировой По-2. И последний аккорд этого праздника, который запомнится многим. Радуга над Волгой. Валерия Макарова, Максим Гусев. События. 4 ноября прошел и торжественный прием в честь Дня народного единства. Награду достоились те, кто на протяжении многих лет делал все, чтобы Самарская область сохраняла лидерство. Областная столица по-прежнему впереди в сферах авиации, космонавтики, промышленного производства, автомобилестроения, медицины, строительства и образования. Открываются новые заводы, способные конкурировать с европейскими компаниями. Успешно проведена реформа местного самоуправления. Губернатор отметил, что Самарская область – особая территория. И от того, насколько мы будем сплоченными ради общей цели, стоящей перед страной, зависит будущее всей России. Конец цитаты. Трудовая история в фотографиях и памятниках. В День народного единства в Кировском районе Самары прошли торжества на Аллее трудовой славы. На церемонии собрались местные жители и работники самарских заводов. Горожане уже называют живописный бульвар новой достопримечательностью Самары. На открытии побывала и Алина Чемерес. На обновленной аллее под звуки оркестра Роза Карелина сразу пустилась в пляс. Она – трудовик со стажем, 40 лет работает на заводе «Прогресс». Говорит, красивейшее место для прогулок неподалеку от дома – лучший подарок жителям. Мы счастливы, потому что наш труд был оценен, и еще сейчас вот это подтверждается. Мечтаю здесь, вот когда наладилось уже, дорога хорошая, бегать, туры заниматься весной будем обязательно. В этом году на проспекте юных пионеров к 70-летию Победы установили триумфальную арку. Она стала символом трудового и ратного подвига жителей Куйбышева. Именно с нее и началось комплексное благоустройство Аллеи трудовой славы. Глава Самары Олег Фурсов лично контролировал ход работ. Эта территория является одной из знаковых точек нашего города. И крайне важно, чтобы эта точка имела соответствующий вид, привлекательность и напоминала людям о том вкладе, который внесли трудовые коллективы Самары, победу как в Великой Отечественной войне, так и в развитии нашего города в послевоенный период. Аллея трудовой славы появилась в городе в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне. Работники самарских заводов создали ее своими силами. Бульвар на Безымянке длиной почти в 2 километра соединяет парки Молодежный и Металлургов. Впервые почти за 30 лет он преобразился до неузнаваемости. Асфальт заменили на тротуарную плитку, установили уличное освещение, разбили клумбы. Главное украшение аллеи – стенды и стелы, посвященные предприятиям, которые были эвакуированы в Куйбышев. Приводить памятники в порядок помогали заводы. Представители заводов изучали архивные материалы тех времен, обновление каких-то существующих мемориальных сооружений. Это возможность поднять боевой дух коллектива, вспомнить традиции, которые были на предприятиях в годы войны. На многих предприятиях сохраняются в настоящее время. Это дань памяти тем, кто ковал и участвовал в победе. То, что это сегодня одно из любимейших мест жителей Безымянки, наверное, это бесспорно всем. Обновление аллеи трудовой славы еще продолжается. Осталось отремонтировать небольшой участок около парка Металлургов. Следующим летом здесь планируют установить малые архитектурные формы. Мне аллея трудовой славы нравилась всегда, но если сравнивать, какой она была, то есть хотя бы 10 лет назад, то есть огромная разница. На трудовом празднике наградили руководителей предприятий, а для всех желающих провели экскурсию, посвященную истории самарских заводов. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. Восьмиметровую ель получили в подарок жители новостроек в Куйбышевском районе. Чтобы ее посадить, потребовался подъемный кран и несколько часов работы. Родом из Пермского края, свою новую родину Вечно Зеленая Красавица обрела в сквере 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это был путь длиной более чем в тысячу километров. Всего в Куйбышевском районе Самары до конца года высадят еще полторы сотни деревьев. Новая ель станет центром новогодних гуляний в микрорайоне. Жители уже придумывают для нее украшения к празднику. Это экологическое место. И, соответственно, чтобы не губить живые сосны или елки, здесь будет настоящая живая ель, которую, соответственно, на Новый год будут наряжать. А сейчас коротко о других событиях, которые произошли к этому часу. Петиция о создании в Петербурге мемориала погибшим в авиакатастрофе в Египте собрала более 170 тысяч подписей. Одним из предложенных вариантов памятника является фигура 10-месячной Дарины Громовой. Ее фото, выложенное в социальную сеть накануне рокового рейса, стало настоящим символом трагедии. Напомним, что мама девочки, уроженка Тольятти, 27-летняя Татьяна Громова, в момент катастрофы находилась на борту самолета вместе с дочерью и мужем. Самарские полицейские обнаружили нелегальный горный клуб на одном из рынков в советском районе города. В двух павильонах, оборудованных под игорные залы, стояли семь терминалов. По версии следствия, нелегальный клуб организовала 56-летняя местная жительница. Фонд капитального ремонта Самарской области начал борьбу с неплательщиками. В суды направлено около 30 исков. Часть из них рассмотрена. Помимо взысканий за основной долг, взыскивается пенни за несвоевременную оплату и судебные расходы. Ремонт площади Славы в Самаре будет идти не меньше полугода. Это обойдется областной казне в 14 миллионов рублей. Аукцион уже объявлен. Победитель проведет демонтажные и земляные работы, обеспечит участок канализационными люками, дождеприемниками и уложит его брусчаткой и плиткой. Подрядчика выберут 27 ноября. 7 ноября в центре Самары ограничит движение транспорта. Парад памяти, посвященный 74-й годовщине со дня проведения военного парада 41-го года в Куйбышеве, начнется в 10 утра и закончится в половине четвертого вечера. Перекрыты частично будут улицы Вилоновская, Чапаевская, Шостаковича и Молдогвардейская. Кроме того, с полуночи до половины четвертого будет временно запрещена остановка и стоянка личного авто на Галактионовской, Вилоновской и Чапаевской улицах. Автобусы номер 24, 92 и 297 на время проведения парада поменяют маршрут. К творчеству всегда готов. Самарскому дворцу пионеров исполнилось 80 лет. В 40-е годы о куйбышевских преподавателях и учениках узнали во всей стране. Они представляли свои работы на всесоюзных выставках и олимпиадах. Хореография, вокал, театральные студии. Здесь по сей день располагаются лучшие творческие коллективы города. А те, кто занимался во дворце пионеров десятки лет назад, до сих пор считают его родным. Историю главного центра детского творчества узнала Алина Чемерес. Вот Юрочка. Три с половиной года. Это дворец пионеров. Это вот мое детство. Сын дворца, в шутку называет себя Юрий Хартуков. На фотографии 40-х годов он еще не пионер, но уже любимец преподавателей. Его мама 15 лет работала заместителем директора по воспитательной работе. Новый год во дворце пионеров Юрий Федорович помнит до сих пор, как и главный символ праздника – мандарины. Этот запах мандаринов, он у нас на всю жизнь остался. Ёлки были во дворце самые лучшие. Ну, самые лучшие. Насколько красочно все было, настолько по-доброму. Сегодня, заходя в родной дворец, Юрий Федорович отмечает – ничего не изменилось. Тот же гардероб, монументальная центральная лестница и барельефы с фигурками детей. Таким же остался и актовый зал, где школьник Юра Хартуков учился играть на пианино. Когда учился, я и Баха, и Бетховена, и Моцарта, и сонаты, в общем, всю программу я прошел. Руку поставили. На всю жизнь. Сегодня у дворца детского и юношеского творчества вдвойне юбилей. 80 лет работы с молодежью и 110 лет с момента постройки. В начале 20 века в этом доме жил предводитель губернского дворянства Александр Наумов. При советской власти в 30-е элитный особняк, в котором были погреба для вина, зимний сад и даже собственная электростанция, стал центром воспитания куйбышевской молодежи. Во время войны здесь располагалось посольство в Великобритании. Но в 43-м здание снова вернули детям. За десятки лет отсюда выпустились около 300 тысяч ребят. Сегодня во дворце детского и юношеского творчества, музыка, рукоделие, рисование, авиамоделирование, военно-патриотический клуб. Занимаются здесь 3000 ребят. Пятилетняя Настя Захарина уже настоящая певица. Петь мне, знаете, отчего-отчего платят осень. Там сначала подгрузная песенка идет, а потом десерая. Привели ребенка к шестилетнему. Он сначала ходит на танцы, потом в изо студию, затем занимается шахматами, домой идти не хочет. Я думаю, что это самое главное. Ребенок может попробовать занятия во многих детских коллективах и выбрать для себя уже то дело, которое определит его профессиональную деятельность в будущем. В планах у работников Самарского дворца детского и юношеского творчества сохранять лучшие традиции воспитания молодежи. А Юрий Хартуков, который сегодня активно занимается общественной работой, уверен, развить в себе лучшие качества ребятам помогут именно здесь. Алина Чемерис, Максим Гусев, Дмитрий Мешканцов, События. Цветы, которые не вянут, на фасадах двух домов в Самаре появились и романтические рисунки. Что это, современное искусство или же граффити, которое вне закона, выяснила Марианна Мирная. В такую унылую и дождливую погоду жильцам домов на улице Мариса Тереза живется немножко ярче и светлее, потому что по пути на работу их встречают вот такие романтические картины. Девушки на них прекрасны, а цветы не вянут и не мерзнут. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Видимо, так и рассуждали авторы этих рисунков, когда расписывали стены дома. Их имен никто не знает, а вот легенда, связанная с рисунками, уже появилась. Как рассказывают местные жители, влюбленный самарец заказал эти картины у художника, чтобы сделать сюрприз девушке. Тот трудился под покровом ночи. А вот и сама героиня любовной истории. Местные жители идею оценили. Это очень красиво, мне кажется, когда на это смотришь, как-то, ну не знаю, мир добрее, что ли, мы как-то становимся. Даже взять то же самое, что на московском шоссе разрисовали ко дню победы, огромное вот это вот. Я думаю, что больше все-таки украшения на самом деле, потому что приятно глазу, интересно, даже интересно, кто это сделал. С одной стороны, фасады стареньких пятиэтажек на Мариса Тереза только заиграли новыми красками. С другой, граффити на стенах домов, пусть даже талантливо сделанные, вне закона. Теперь, чтобы их сохранить, жильцы домов на общем собрании и в обязательном порядке должны согласовать рисунки с Департаментом строительства и архитектуры. Они теперь должны согласовать этот рисунок, если он действительно хороший, соответствует, ничего плохого там нет. Это Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, либо в каждом сейчас районе есть управление архитектурой. Надо начинать оттуда. Если жители не узаконят рисунки, управляющая компания должна будет их закрасить. Мариана Мирная, Григорий Плешаков, События. Эфир продолжит новости спорта. Слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Тагир Хейбулайф выиграл золотой большой шлем. На чемпионате России по маунтинбайку самарцы привезли две медали. Две медали привезли на финиш национального чемпионата по маунтинбайку самарские гонщики Тольяттенко Анастасия Калялина в категории юниор завоевала золотую награду. Бронзой отметился среди мужчин Максим Гоголев. Олимпийский чемпион под дзюдо Тагир Хейбулайф выиграл золото престижного турнира «Большой шлем» в Абу-Даби. В финале он одержал верх над прошлогодним чемпионом мира. Чех Лукаш Карпалика занимает второе место в рейтинге Международной федерации дзюдо. Для Хейбулайфа это был реванш, так как Тагир в 2014 году проиграл мировой чемпионский титул именно Карпалику. Турнир серии «Большой шлем» состоит из пяти этапов. Предыдущие три прошли в Баку, Тюмени и Париже. Финальный намечен в Токио. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Ну а я на этом с вами прощаю. Смотрите телеканал Самаргиз в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго и до встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА